Привет, мои уважаемые зрители! С вами Дядя Вася и в сегодняшнем видео я покажу вам как сделать самый простой элементарный аэрлифтный фильтр, который подойдет для аквариума небольшого объема. Тем более, почему простой он? Это потому что, в принципе, использовать для него мы будем только подручные средства, такие как, например, банка. В банку вы можете пол-литровую взять, можете майонезную, это уже по вашему усмотрению в зависимости от того, какой у вас аквариум, куда вы будете его ставить. Далее мы используем обычную крышку, которая одевается таким образом. Что еще нам пригодится? Пригодится нам фильтрующий материал. В качестве него я взял синтепон, уже даже немного порезал его. Далее трубка. Можете использовать любого вида трубки, главное, чтобы не металлические были. Шланга нам нужна. Трубочка, которую впоследствии мы будем подсоединять еще к компрессору. Так, еще мы будем использовать нож и маркер для того, чтобы отмечать. И камешки, если нам надо будет это все дело утопить. Далее, вот еще забыл сказать, еще я буду использовать жоповерт, но вы можете хоть дырявить эти крышки. Итак, приступим, чтобы вам было более понятнее. Теперь берем крышку, обычную капроновую крышечку, делаем в ней посередине крестик, так сказать. Это там, где я буду делать прорезь. Вот такой вот крестик сделаю по центру, желательно. Далее беру ножик и прорезая это все дело, вы можете, кстати, брать, например, сверло для этих целей. Если, знаете, такое для окружности есть сверло, чтобы отверстие потом делать. Далее, смотрим, вот мы прорезали, видите, такая получается дырочка. И в эту дырочку мы начинаем вставлять нашу трубку. Вот такая вот трубочка. Вставили мы. Вот так оно получается. Конечно, будет это все дело аккуратнее, если специальным сверлом для окружности. Но, опять же, это сейчас мы делаем все подручными материалами. Все, что у вас есть под рукой, вы можете это использовать. Как в данный момент и у меня это происходит. Я вот еще буду вместо обычной трубочки использовать со старого своего фильтра вот такую трубочку. Она меньше по высоте и мне более подходит. Будет эстетичнее смотреться. Вот, смотрите, какая красота получается. Тем более, что все вот эти штуки некрасивые, они ушли вовнутрь банки. Далее, вот забыл сразу вам сказать. Мы еще цепляем распылитель. Такой распылитель мы сюда, на край. Прицепили и по нему у нас будет идти воздух. Да, кстати, давайте прервем. Сейчас вытащим это все дело. И мы сейчас еще должны в этой же крышечке насверлить немного отверстий. В этом нам поможет наш шуруповерт. Хотя можно, в принципе, хоть шилом колоть. То есть, это как уже будет вам удобнее. Подогрели шило и оно легко будет входить в эту крышечку. Смотрите, получается отверстие мы будем подбирать такое, чтобы, например, если будет у вас этот фильтр использоваться в аквариуме, где мальки, чтобы мальки туда не заплывали и не жили в этом фильтре. То есть, используйте какой-нибудь такой диаметр, чтобы не навредить другим обитательным аквариумам. Вот таким образом мы начинаем сверлить. Насверливаем побольше дырочек. И сейчас вот не буду вас утомлять тем, что буду сверлить. Сейчас немножко прервусь и покажу, что получилось в последствии. И вот мы насверлили очень много-много отверстий в нашей крышечке. Чем их будет больше, тем лучше. И теперь мы можем продолжить дальше собирать наш фильтр. Далее, что мы делаем. Мы в баночку кладем какой-нибудь утяжелитель. Вы можете грунт, например, туда засыпать. Я камешков так наквал, дабы потом, если наберется банка воздухом, чтобы она не всплыла. Далее, вставляем в нашу крышку вот нашу трубочку. Напоминаю, что у вас она может быть такой обычно. Я вставил просто от старого фильтра с мочалкой. И вставил вот такую удобную трубочку. Далее, я просовываю сюда нашу шлангочку. Немножко ее выравниваю. На край цепляю распылитель. Отцепил распылитель. Видите, вот такая конструкция получается. Далее, все это дело мы засыпаем, вернее, запихиваем наш синтепон. Синтепон это наш будет фильтрующий материал. Вот мы его поклали туда. И далее помещаем, вернее, закрываем нашу крышечку. Подключаем все это дело к компрессору нашему. И все это дело потом опускаем в наш аквариум. И в аквариуме будет происходить все следующим образом. Вода, поступая через отверстие в крышке, будет выходить из вот этой трубочки. Как это все будет происходить? Просто дело в том, что воздух, подаваемый с трубочки, он будет подниматься, соответственно, и утягивать за собой воду. Естественно, воде как-то надо браться в самой банке. И она будет поступать сюда, вот через эти отверстия. Таким образом, она, пройдя через наш фильтрующий материал, будет выходить отсюда чисто. Данный фильтр подойдет, как я уже говорил, для маленьких аквариумов, для каких-нибудь там креветочников, для выращивания мальков. Так как он не будет приносить вреда вашим маленьким-маленьким питомцам. На этом, в принципе, все. Вроде как, все рассказал. Если что-то непонятно было, оставляйте свои комментарии. Расскажу, возможно, подробнее. Хотя, я думаю, принцип работы данного фильтра вы уловили. А в дальнейшем я покажу вам, как можно сделать фильтр, например, используя обычную баклажку. Вы попили водички и потом берете эту баклажку, делаете себе фильтр. Ну, я думаю, вы уже, в принципе, догадались, как это все будет выглядеть. Но, все же, сниму видео для того, чтобы вы все это увидели наглядно. Не забываем поставить лайки, подписаться на канал. Также можете оставлять свои комментарии и, возможно, там какие-нибудь свои новые советы давать им по поводу того, что какие-то, может, улучшения фильтра можно сделать для того, чтобы он был более эффективен. Так как полагаться на этот фильтр, что он будет супер-пупер очищать воду, не стоит. Это такой самый простой, который можно изготовить из подружных средств. Ну, все, ребят. До новых встреч. Также смотрите видео на моем канале про разные другие темы. И также смотрите постепенно-постепенно все про аквариумное хозяйство, про аквариумы и разведения будет все увеличиться и увеличиться в видео на моем канале. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»